Субтитры создавал DimaTorzok 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 После войны он остался офицером И продолжал служить в армии Как-то раз во время дежурства Он вышел из кабины, в которой расположены были мониторы И когда зашел, то увидел на экранах странные отметки, которые по времени очень сильно отличались от отметок других целей, которые были расположены рядом У него мелькнула мысль, что просчитать вот этот путь Он взял распространение волны со скоростью света И зная вот время по радиолокатору, по измерительной скале радиолокатора, он соответственно определил, умножав время на скорость света Он определил очень большое расстояние Порядка одной трети окружности земли Тогда анализируя вот эти вот приходящие сигналы, он понял, что сигналы, поскольку радиолокатор был направлен в сторону Америки То он увидел там рельеф местности, соответствующий, вероятно, Антон Гора И он улыбнулся, посмеялся этому вопросу и сказал, что вот теперь я находясь в Мутищик А станция его была в Мутищик Могу видеть, что делается в Америке И начал оформлять свое открытие Он сразу понял, что это новый эффект в радиолокации, поскольку был официант грамотный, закончивший, соответствующий, выше, чем неизвестный Оформлял он Примерно в 1947 году он подал заявку на эту изобретение В 1947 году Но заявка шла очень трудно Сначала ему дали отказ При этом за подписью очень большого академика Не буду называть ему фамилию, чтобы, поскольку его сейчас нет, это считаю неэтично Но тем не менее, получив этот эффект Он не опустил рукава, а начал пробиваться Пошел в институт, в институт, в академию хроники, в академию наук, пошел в академию наук Но поскольку у него заявка уже была написана и приоритет был в 1947 году То он был спокоен И спокойно развивал свою мощь и продолжал исследовать его И накапливал все более новые материалы, измерительный, экспериментальный материал После этого он демобализовался из армии И посвятил свою жизнь проталкиванию своего изобретения И, по сути дела, помощи у него не было никакой, кроме товарищей по работе, которые не обладали такой пробивной мощью, как академики В итоге он вышел на академию Кракса Ивановича Берга И Берг написал прекрасный отзыв на это открытие И действительно подтвердил, что это неизвестный, ранее неизвестный эффект Который заключается в следующем Вот если Земля, то луч от станции Луч, предположим, от станции Отражается через ионосферу Достигает поверхности И отражается обратно Идет в точку приемного сигнала Ну, поскольку, значит, ионосфера, она дышит И днем разной высоты Разной концентрации Носителей в односфере Много свое То результаты по дальности получались разные Вот он накапливал статистику Проводил Но очень работа росла В 1953, по-моему, году ему происходили открытие номер один После СССР, когда приняли решение Открытие И он попал номером первым Поскольку у него По дате, по минутам, по секундам Как он выражался Заявка была самая первая На открытии Вот таким делом И, кроме того, пока он пробивал Среди академиков Там же тоже на западе люди Они не стояли на месте И тоже товарищ один подал заявку И получилось, что он заявку подал, конечно, значительно Тоже, чем Николай Иванович Когда выяснил все обстоятельства Шли статьи, переписки Приоритет его сохранился Поскольку он был очень Покачиваться ркультвальный человек И учил всех В том числе и меня Учил, что если ты что-то записываешь Что обязательно пиши дату Час, минуты и даже секунды Когда ты начал этот документ Писать И, кроме того, для большей достоверности Ты эту авторучку сохраняешь Чтобы доказать, что ты вот этой авторучкой Этот документ написал Чтобы совпали чернила Потому что, говорит, такие споры бывают Но он прошел баталии очень большие Продевая свое открытие Вот таким образом Почему этой темой заинтересовалась ЦК и Политбюро? ЦК Потому что появилась возможность Видеть обстановку Вероятного противника И посмотреть Ранние диагностики Пусков ракет У этого противника Как запускается ракета Ранние предупреждения о ракетном нападении Соответственно, на эту тему Которая называлась ВНЗ Возвратно-наклонное задержание Были спущены большие люди Сразу к этому делу подключились Институт Академии наук Это Измиран Севизмир Научные подразделения Академии наук И учебные институты Которые вели научно-исследовательскую работу Тоже по этой теме Которые великие институты связаны Поскольку Которые связи занимались Очень плотненько То есть связи до сих пор занимались Вот Эта тема Разливалась И были спущены огромные деньги На это развитие Что могу сказать Что Мне довелось С группой С этой Встречаться Вот Он работал Поскольку я работал В Устуке с Ленин Велосибирском Тоже встречался Как раз с этой группой Который работал Непосредственно с Павел Ивановичем По одной тематике По этой ВНЗ Среди них Можешь заметить Отметить таких людей Как Вильевский Иосиф Маркович Он был директор Севизмир В то время Шейман Давид Исаакович Завкатеры Технической электродинамики Антен Новосибирского электротехнического Существа связи Генсбург Эдуард Иванович Прекрасный теоретик Который Продевал трое По пространению коротких ноль И обоснования Давал Экспериментальным данным Вместе Тоже с математиком Неплохим Талатливым математиком Зуравским Оскаром Григорьевичем Также в работе В той части Адамсевич Леонид Иванович И Ручкар Леонид Иванович И другие Ну я не буду Называть Составку Это НЭТи Николай Иванович После этого Работал В Новосибирске В Новосибирске Молитетическом Существа связи Который Называется Сейчас Новосибирский Государственный Технический Университет В то время Его возглавлял Профессор Полущинский Георгий Павлович Вот Мне приходилось В то время Встречаться Николай Иванович Беседовать Поскольку Он у меня был Главным оппонентом По моей диссертации Круглые слои Стреволноводия Который Я защищал В 1968 Георгий Как раз Преопонент Николай Иванович По моим Вспоминаниям Это был Замечательный Человек Настоящий Русский Ученый Кромный Очень любил Всем помогать Объяснять Разъяснять Все то Что он знал Он передавал Все ученикам У него ученик Был самый Такой близкий У него И все Кругл Он продолжал Дальше Книжки писал И статьи КВНД А сейчас Уже Внуки Его научные Работают Николая Ивановича В этом направлении Потому что Направление Прекратилось Одно время Оно прекратилось Тоже В конце 60-х Годов В начале 70-х В России Систем Поскольку Появились ПЗР Спутники И Фотоаппараты Фотоаппараты Фиксировали Всю территорию Вероятного Противника И Локационные Станции Были на Спутниках Которые Позволяли Фиксировать И передавать Информацию С территории Противника Более Оперативно И Более Экономично Чем Развертые Вот эти Станции Многочисленные ПВНЗ Но Надо сказать Что Если бы Вовремя Переориентировались Тогда Группы ВНЗ То Они могли бы В принципе Они и Переориентировались Но Немножко Запоздали По сравнению С американским Этим Харпом В конце Концов Это все Вышло На Харп И Повышение Мощности Которкого Нового Излучения С его Направности Дало Возможность Изменять Климат Земли То есть Устраивать Саховей Добить И Саховей Что показало На практике В 10-м Году Мы имели Большое Саховение В результате Воздействия Вот этого Харпора Также Он вызывает Можисть Думно Трестения Лучинами И так далее При достаточной Мощности Излучения И правильно Выборив Два Наклона Антенны Этой Фаз Фазировки Правильной Фазировки Каждой Антенны Из этой Решетки Антенн Которая Решетки На Большой Прощи У нас Аналогичная Работа Была Но Они Все Уже Здравствуют Рогой И Добро Уже Решетки Направление Вот Было Наша Приоритетная Вот Такой Интересный Вопрос Удалось Вот Не Вспомнить Что Именно Столкнулся я с Николай Ивановичем И Получил От него В свое время Очень Большую Огромную Помощь Что Позволило Мне Тоже Поучаствовать В этом Направлении Внести Суспорт Спасение И Показать В свое Время Как Было Показано Мною В десятом Году Что Не Только Заделывание Мощных Мощными Сигналами Можно Изменять Климат Но Также И Определенными Параметрами Запуска Космических Ракет Мощных Космических Ракет Пускай В определенное Время На определенные Высоты И определенные Мощности Этих Ракет В результате Статистических Вот Исследований Запуска Ракет За многие Годы Мне удалось Подметить Так И Что Ракетное Топливо Когда Ракета Проникает В слои То Получается Эффект Как будто Голка Пробивает Пробивает Мячики Вот Такие Надутые Мячики Которые Друг 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 Вложены Эти Мячики Соответственно Вот эти Слои Сразу Резко Переходят Другое Состояние Состояние Аносферы Меняются В результате Получаются Мощные Электромагнитные Воздействия И Мощное Воздействие Барическое Причем Может быть Даже Направное И локальное Это Барическое Что в свою очередь Очень сильно Влияет на Аварийную Обстановку В авиации Как показали Которые Исследования Которые Я приведу В дальнейших Лекциях Эти Исследования Показали Что Резкие Такие Изменения Вызывают Неустойчивость В работе Авиационной Аппаратуры В частности Весетомеров И Вот Дан Выводы Электрооборудования Самолетов Устроен Но Даже Если Самолет Полностью Был Устраен То Вступает В силу Человеческий Фактор Поскольку Человек Является Тоже Как Тесла Говорил Человек Это Только Автомат Только Руководимость Выше И Поэтому Он Работает На сигналах Определенные Миллиметровые Волны Очень Сильного Действуют И другие И Сверхнистые Частоты Поэтому На Летчика Также Это Водействует Мощный Смест Вот Этих Сигналов При Протыкании Ракетой Слоев Яностранных Слоев Ну вот Следует Отметить Что За Эту Работу Ваш Покорный Суга Получил Через По Электронной Почте Из Белого Дома От Имени Президента Джонжа Бушева Младшего Благодарность За Оценку Высокую Оценку Направления Этого Труда По Безопасности Полета И Пожеланий Дальнейших Успехов Мне В этом Направлении Конечно Здесь Я хочу Поделиться День Космонавтики Именно Этой Благодарностью Он Толжен Разделиться Мой Николай Иванович Мой Как говорится Наставник Научный Наставник Близких Вопросов Вопросы Заверно Направлением Замбурга Вот Сегодня Праздник Я еще раз Вас Поправляю Праздник Вот Праздник Конечно Жалко Что Вот На сайте Новосибирского Государственного Технического Университета Который Сейчас Углавляет Прочнись Специалист По прочности Авиационных Корпусов Совершенно Нету Исторических Вот Этих Данных Про Деятельность Вот Этих Великих Всех Наших Людей Предшественников Науки Таких Как Николай Иванович Кабана Доброй Был Память И Вам Всего Доброго Спасибо Большое Вам Замебание До свидания Продолжение следует Продолжение следует